В Харциске началась зима с первым морозцем и первым снегом. В нынешнем сезоне первую проверку коммунальных служб на готовность к борьбе со снегом погода решила устроить на две недели раньше календарного срока. И пока все обошлось без неприятных сюрпризов. Спецтехника вышла на улицы города еще ночью, так что уже к утру проезжая часть Харцисских улиц была обкатана и посыпана противогололедной смесью. Первые итоги борьбы коммунальщиков с непогодой сегодня обсуждались на аппаратном совещании в городской администрации. Общались участники в формате видеоконференции. Виталий Смык также сообщил, что вчера в город-администрации состоялось заседание штаба по снегоборьбе, на которое были приглашены руководители харцисских предприятий и представители крупных торговых объектов. Перспективы сотрудничества оказались не самые радужные. Автодор посыпает. Если по состоянию на сегодня, ночью тоже Автодор работал. На сейчас у них вышло из строя ТДМ, но сейчас выполняют ремонт. И, как доложил начальник нашего подразделения, к обеду планируют закончить ремонт и продолжить тоже свои участки посыпать. Вполне оперативно, насколько это было возможно, справились с последствиями первого снегопада в Троицко-Харциске и Зуевке. Осадков выпало немного, так что в поселках решили, что пока вполне можно обойтись и без полноценной расчистки дорог. Ограничились посыпкой крутых поворотов, перекрестков и тротуаров. На сегодняшний день полностью наше предприятие обеспечено посыпочным материалом. Есть в наличии соль и шлак. Мы дополнительно собираем штыб от населения. На прошлой неделе было собрано три тонны штыба, которые мы используем как дополнительный посыпочный материал. На улице Иловайска сегодня тоже вышла спецтехника. Такие же заботы утром были и у коммунальщиков, Зугресса. Накануне там провели беседу с предпринимателями на предмет своевременной уборки снега на прилегающих территориях. У нас в основном много пенсионеров, которым нужно добираться или в магазин, или в больницу. То есть просыпать нам дорожки нужно, потому что гололед – это травмоопасность. Поэтому возьмите это на контроль, под личный контроль, хорошо? И прям ужесточите эту работу. Ремонт лифтов, кровли, ход отопительного сезона. Подробный отчет о текущем положении дел в городе Виктории Жуковой представил заместитель главы администрации Зугресса Роман Гладких. – 151 дом подключен к отоплению. Как бы все в порядке, порывов на данный момент нет. Все в работе. По социальным объектам везде теплоноситель больше 22 градусов, что составляет норме. По лифтам. На вчерашний день у нас шесть лифтов полностью завершены работы. Теперь мы ждем котлодзор. Технодзор вчера уже прошли, и они ждем Донтехэксперт и котлодзор, чтобы запустить работу. По четырем лифтам мы ждем до финансирования. По крышам. Крыши тоже самое закончили. Вчера был произведен технодзор, все подписано. На теме капитального ремонта лифтов в ходе аппаратного совещания остановился и начальник УЖКХ Виталий Смык. Он сообщил, что на этой неделе администрация Харциско ожидает заключения лаборатории по поводу проверки качества выполнения работ еще на двух подъемниках. 11 лифтов готово. Два лифта, которые введены в эксплуатацию, два лифта у нас на сегодняшний день выполнены работы. На этой неделе получаем положительное заключение лаборатории. И в соответствии с заключением отвозим в Гортехнодзор для того, чтобы уже тоже ускорить процедуру ввода в эксплуатации также этих двух адресов. По всем оставшимся четыре работы ведутся. На одном из адресов металлограф 39-40 процентов готовности. Но там сейчас еще ждем изменения в постановлении внесения. Пообещало министерство, что на этой неделе внесутся изменения для того, чтобы мы могли закончить работы. На Заречный 1, на 3-й подъезд, Советская 6, 1-й и Юбилейный 10 выполнение работ по 30 процентов. В Харциске по-прежнему сохраняется неэпидемический уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. За прошедшую неделю медиками было зарегистрировано 379 случаев заражения острой респираторной вирусной инфекцией. Из них 182 у детей. 61 горожанин подхватил воспаление легких. 54 человека по Большому Харциску контактные с подозрительными на ковид. Совместное проживание 31 человек. Всего завершили режим самоизоляции 3389 человек. И за предыдущий период недельный в Харциске родилась одна девочка. Вся подробная информация, которая касается работы лечебных учреждений города Харциска, она размещена на официальном сайте администрации Центральной городской больницы. И по поводу прививок от гриппа вся информация размещена на всех наших информационных ресурсах. Харциск, как всегда, с изрядным запасом времени начал готовиться к новогодним и рождественским праздникам. Наталья Бондаренко в ходе совещания рассказала о той работе, которая сегодня проводится в городе в этом направлении.